Всем такойный привет, с вами Дрим и в сегодняшнем видосе мы с вами наконец-таки рассмотрим утечки следующего нового премиум кейса, ребят, который нам добавят уже через 9 дней, когда у нас закончится вот этот вот пользовательский кейс. Мы с вами рассмотрим, что же нас там ждет, как выглядит мифический костюм, а он выглядит очень даже интересно, ребят, такого мы еще с вами в игре не видели. Также мы с вами рассмотрим обменники следующих РП, кстати, обзор 9 и 10 РП вчера уже вышел на канале, вы можете посмотреть его, если вы вдруг пропустили тот видос, там есть все награды от 1 до 50 уровня и как ни крути, 9 РП просто тащит, он выглядит мега сочно. Помимо этого, ребят, в сегодняшнем видосе мы с вами рассмотрим еще, помимо вот этих обменников, да, где спойлер, нету косичек и бороды, ребят, а то многие насмотрели с тиктока и ждали там косички и бороду, нет, такого там нету. Мы с вами еще рассмотрим дополнительно улучшаемые скины, да, которые нас ожидают в следующем сезоне, как вы помните, у нас там есть улучшаемый скин на сковородку, вы с вами увидим, как он будет выглядеть на разных уровнях. И помимо этого, мы с вами еще сегодня, ребятки, рассмотрим бонусные награды за пополнение. В общем, очень много интересной и полезной информации, поэтому, конечно же, обязательно смотрим до конца, также не забываем подписываться, ребят, здесь самая полезная и интересная информация. Напоминаю, напоминаю, что ссылочка на телеграм есть в описании, там всегда выходит самая полезная и оперативная информация, к примеру, про премиум кейс, про обменники и так далее, ребята уже давно узнали с самого утра, как я только проснулся. Поэтому, если вы хотите быть в курсе информации и если вдруг вы хотите быть рядом, чтобы мы с вами не теряли друг друга, если какие-то проблемы будут с ютубом, ну, вы знаете, что инстаграм уже улетает, да, 14-го числа, поэтому, если вдруг произойдет что-то с ютубом, мы должны, конечно же, не потерять друг друга. Так что, ребят, ссылочки есть все в описании, переходите, подписывайтесь на телеграмчик, также ссылочка на участие именно в розыгрыше прокачки РП, тоже и, ой, РП, прокачки аккаунта, да, на 8400 ЮЦ-шек тоже есть в описании, переходите, участвуйте. Если с ютубом все будет хорошо, конечно же, будет прокачка на канале, это никуда не пропадает, несмотря на то, что моделизации нету вообще. Сорян за долгое интро, нужно было вам все рассказать, ну, а теперь нужно вам все, конечно же, показать, ребят. Прямо сейчас вы увидите следующий премиум кейс по мобайл, который добавят через 9 дней. И здесь нас ожидает вот такой вот мифик, ребят. Вот такой вот мифик, который очень мне напоминает именно скин на Скорельку, который, вы помните, у нас было, да, PMGG. Вот так это будет выглядеть в лобби. Согласитесь, ну, прям копия того, что у нас было именно со Скорелькой, да. И, если честно, разрабы удивили таким мификам и то, что он в премиум кейсе, и оттуда его будет нереально, конечно же, добыть. Но прикольный, согласитесь, костюмчик прикольный. Также будет головной убор, который пока что еще не прогружается, к сожалению, но вы его увидите именно в самом кейсе. Будет еще второй сет, который выглядит вот таким вот образом. Ну, здесь у нас юбилейная тематика, здравствуйте, как бы даже не нужно ничего говорить, да. Вот таким вот образом это все у нас выглядит. Будет у нас, ребятки, еще и рюкзачок дополнительно, да, помимо самого вот этого костюмчика. Не, ну, согласитесь, костюмчик выглядит максимально интересно и неожиданно. Я такого не ожидал. Скинес на бурсту, ну, да, он как бы у нас измененный, но все же максимально странный. А вот этот рюкзачок, мне почему-то кажется, что это рюкзак вообще Посейдона. Не знаю почему, но мне именно так он кажется, что, возможно, он и есть. Но, не знаю, прям очень сильно похоже. Вот такой вот костюмчик. Ну, это у нас уже старые идут скины, ребят. Само собой, скин на мутант, да. Вот этот скинес на шлем. В принципе, я уже вам их показывал и говорил о том, что они мне не зашли. Теперь улучшаемый скин на сковородочку, ребят. Вот такой вот у нас улучшаемый эффект, да. Как бы максимально странно. И, возможно, я думаю, что именно этот эффект был у нас изображен на бериле. Да, где мы с вами говорили, что у нас будет именно, если вы помните, берил, который можно будет прокачать до восьмого уровня. И мне кажется, что именно на восьмом уровне именно вот такой вот эффект нас ожидает. А не эффект попадания. Посмотрим, когда появятся фулл утечки. Вместе со сковородочкой можно будет выбить себе, как видите, костюмчик, там скин на флешку и так далее и тому подобное. Теперь по поводу кошечек. Если вы помните, я вам говорил, что именно будет кейсик, да, с этими кошечками. Именно в индийской версии. Где-то недели две назад появлялся видос на ютубе, если вы помните, ребят, с утечками всех кейсов, да. И там я вам показывал еще и кейсы с индийской версией, чтобы вы их не перепутали с нашей версией. К примеру, там еще я показывал шлем Инферно, его туда добавили, да, у нас его нету. Поэтому, в принципе, я думаю, что это именно утечки связаны именно с этой версией. Несмотря на то, что взято с нашей бетки. Потому что здесь, как вы видите, есть эмочка ледник, да. То есть именно эмочка ледник, который у нас в классическом кейсе. Но, кто его знает, возможно, нам добавят именно и кошечек именно в следующем классическом кейсе. Здесь как бы сложно что-то утверждать. Помимо этого, в кейсах еще нашли вот этот вот старый именно костюмчик премиум кейса, да, который у нас был. Ну, это было в премиум кейсе давно. И тоже есть мысль о том, что, возможно, его добавят именно в классическом кейсе, да. Ну, вы знаете, что нам разрабы иногда добавляют туда именно мифики при изменении, то есть при обновлении данного кейса. Поэтому пока что ничего, 100% говорить не буду, ребят. Ждем точных утечек. Но пока что мое мнение, что это все-таки индийская версия, а не наша. Идем дальше. Дальше у нас, ребятки, обменники следующих роял пассов. Здесь вы видите прямо сейчас, что же нас там ожидает. И, как вы понимаете, ребят, там нету вообще ни косичек, ни бороды. Потому что было, ну, просто миллиард, просто миллиард. Я серьезно, очень много видосов было именно в ТикТоке. Да и в Ютубе их было очень много, ребят, прям предостаточно. Где говорили о том, что будет косички, будет борода, вернут косички, все ждите, все будет. Нет, ребят, вы только что видели РП-обменник. Там ничего такого нет. Никаких именно косичек, никаких бород. Будет просто борода, которая в новом облике, это да. А так у нас ничего не будет. Ну, судя по утечкам, да. Прямо сейчас вы видите костюм. До этого вы видели головной убор, именно который можно будет получить именно за пополнение. Костюмчик, если честно, очень даже интересный. Очень даже неплохой. Конечно же, нужно будет его забрать, именно после чего пополнить именно свой аккаунт, чтобы купить себе роял пасс. Но мне, если честно, костюмчик зашел. Головной убор такой, да? Ну вот костюмчик неплох. Плюс к этому еще скинец на пистолет. Который, кстати, тоже выглядит очень даже годно. Несмотря на то, что я не пользуюсь им пистолетом, да? Ну, я не играю там в аркады и так далее. Я, наверное, его тоже заберу. Ну что ж, вот такое вот видео, ребят. Вот такая вот информация. В принципе, в принципе, интересненько. Честно, премиум кейс меня удивил. Такого я не ожидал от него. На картинках выглядело все намного хуже. А здесь оказалось очень даже неплохо. Удивила, конечно же, сковородочка. Да и вообще именно скинчики сделаны именно годно. Так что, конечно же, ждем следующий сезон. Осталось не так уж и много, ребят. Пару дней. Плюс к этому, конечно же, ждем именно новой РП. Жду, когда вы подпишетесь на Телеграм. Конечно же, чтобы мы с вами не теряли друг друга. Ну и если вы вдруг не подписаны на Ютуб, тоже подписывайтесь, ребят. Потому что только благодаря вашей поддержке мы сможем с вами набрать те самые 400 тысяч подписчиков до моего дня рождения в начале апреля. Всем говорю спасибо. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за подписку. С вами был Дрим. Берегите себя, берегите своих близких. Всем топ-1.